Блогеры в России существуют уже больше 10 лет, и за это время со многими из них случалось всякое. Кому-то не повезло больше, чем другим, и их видео мы больше уже никогда не увидим. Сейчас я расскажу про 10 погибших русскоязычных блогеров. Арслан Валеев, российский видеоблогер, известный благодаря паблику о Больших Диких Кошках и каналу о змеях. В сентябре 2017 года, во время прямого эфира, прямо в его квартире Арслана укусила змея Черная Мамба, яд которой является смертельным. По мнению многих экспертов, Арслан специально натравил на себя ядовитую змею, ведь иначе нельзя было объяснить, как человек с глубокими познаниями в области диких экзотических животных смог допустить нападение на себя змеи, которая по факту не является агрессивной и реагирует атакой только в случае прямой угрозы со стороны. В любом случае, сразу после инцидента блогер был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Михаил Кириак, известный как TheNataKorn, снимал летсплей по Майнкрафту для Ютуба. В феврале прошлого года он был найден убитым в ванной в собственной квартире. Обстоятельства убийства так и не были выяснены окончательно, кроме того, что Михаилу в буквальном смысле вонзили нож в спину. Станислав Думкин был популярным инстаграм-блогером с аудиторией около 20 тысяч подписчиков. В августе 2017 года в московском парке Горького он был жестоко избит якобы за неправильную одежду. По воспоминаниям родственников, 29-летний Стас был очень ярким человеком и окружал себя такими же людьми. Возможно, именно яркий внешний вид стал поводом для нападения со стороны отморозков. После полученных ударов в голову Станислав Думкин был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, от которых вскоре и скончался. 22-летний Никита Шлагенов был популярным инстаграм-блогером и больше трех лет боролся с редким видом рака. Эпителиоидный саркомой. За время болезни блогер побывал в Корее и в Германии, где испробовал новейшие методы лечения, которые, к несчастью, не помогли им. Примечательно, что многие из его подписчиков не верили в рак Никиты и обвиняли его в пиаре, мошенничестве и желании нажиться на добрых людях. Пользователи умудрялись прикапываться ко всему от недостаточно помятой больничной одежды на фотографиях до того, что сам блогер не выглядит как человек, страдающий от рака. Из-за всего этого его основная страница в инстаграме была удалена. Сам Никита безболезненно умер во сне. Видеоблогер и журналист Андрей Рыбакин занимался тем, что на своем канале издевался над дорогими автомобилями. Мужчина снимал яркие и нестандартные обзоры, как на отечественные, так и на зарубежные авто. Во время съемок обзоров Рыбакин нередко врезался в деревья, столбы и любые другие препятствия на дорогах. Вообще манера вождения Рыбакина вызывала много негатива, ведь он не только нарушал правила, но и часто подвергал опасности пешеходов, разъезжая по газонным тротуарам. Тем не менее, умер он не в автокатастрофе и вообще не из-за своей основной деятельности, а от удара битый по голове в собственном доме во время одной из попоек. Совсем неожиданная смерть настигла стримера Сергея Спирова под псевдонимом Гебрил Анжелос, специализирующегося на World of Tanks. В самый обычный день 26-летний стример вышел на улицу и так неудачно подскользнулся, что ударился головой прямо о бордюр, что и послужило причиной смерти. Еще один несчастный случай произошел с другим стримером по World of Tanks Сергеем Аксеновым. Как и в случае с Ангелосом, все произошло в результате трагической случайности. По одной из версий, стример разозлившись ударил по стеклянной двери шкафа и отлетевший осколок порезал ему артерию, что привело к обильной кровопотере и смерти. По другой версии, Аксенов, будучи нетрезвым, пошел в туалет, потерял сознание, упал, разбил шкаф со стеклянными полками и дверцами, порезался и умер. Михаил Шпак, блогер и моделец Ростова. У него был популярный профиль в Инстаграме, где он рассказывал о своей жизни и давал советы своим подписчикам, к примеру, как не бояться быть самим собой. За несколько часов до смерти Михаил развлекался в клубе с друзьями. На следующий день друзья не смогли до него дозвониться, что вызвало у них беспокойство. Придя к нему домой, они обнаружили его уже мертвым. Михаил Шпак умер от сердечного приступа в возрасте 34 лет. В мае 2018 года под Харьковом в автокатастрофе погиб известный автоблогер Андрей Василенко. На своем Chevrolet Corvette он столкнулся с внедорожником, водитель которого, по некоторым данным, был сотрудником МВД и находился в нетрезвом виде. Сам Андрей, в свою очередь, имел репутацию лихача, а также время от времени участвовал в автогонках. На момент гибели Андрея Василенко было всего 22 года. Павел Няшин, настоящая фамилия Макушин, один из известнейших трейдеров, который умудрился разбогатеть в 23 года на торговле криптовалютами. Помимо непосредственной игры на бирже, Павел активно ввел блок, посвященный криптовалютам, где не стеснялся хвастаться результатами своих успехов. Незадолго до смерти Макушин подвергся вооруженному нападению, когда преступники отобрали у него 25 миллионов рублей. Есть мнение, что его партнеры, доверявшие Павлу средства в доверительное управление для игры на криптобирже, таким образом потребовали возврата. Тело Павла Няшина нашли в скромной квартире, которую он делил вместе с матерью. Субтитры создавал DimaTorzok